Юго-запад Ленинградской области, земля еще малоизвестная петербургскому паломнику. А между тем, леса Сланцевского и Кингисепского районов таят в себе замечательные по красоте и величию сельские храмы, в которых едва теплится богослужебная жизнь и которые требуют серьезного ремонта. Городские священнослужители нередко берут своего рода шеств над такими храмами. Так, в день празднования чуда архистратига Божия Михаила в Хонях, петербургский приход святителя Василия Великого Васиновой Рощи совершил паломничество по святым местам Сланцевского района, где на берегу озера Долгое красуется Михаила Архангельская церковь и живут замечательные люди. Людмила Николаевна Васильева – один из немногих постоянных жителей села Зажупания. Как человек общительный, она рада возрождению богослужебной жизни в селе и рада паломникам, ведь по статистике 2006 года за деревню числился всего один местный житель и один храм – церковь Архистратига Божия Михаила. Это чудо было какое, я никогда не забуду. 49-й год. Мы, значит, идем с мамой. Но мне уже было, значит, как бабушка, дюженькая. Мы с бабушкой идем, я говорю, бабушка, колокола, мы в церковь можем зайти? Она говорит, нет, ты в церковь не можешь зайти, потому что ты босая. Моя бабушка Борисова, Евдокия Борисовна, была председателем сельсовета, ребята. И она в то же время в церкви была, сейчас скажу, назначаем, и свечами торговала. Михаила Архангельская церковь села Зажупания в этот день приняла целый собор богомольцев. Из Петербурга своих прихожан и паломников привез отец Анатолий Першин. Из Новоселья приехал отец Андрей Ягунов, из Ястребина отец Василий Ильин, игумен Адриан из Заручия и отец Петр Двойнин из Ложголова. Богослужение возглавил благочины Исландцевского округа Гачинско-Лужской епархии и протерей Алексей Гришанов. Небесных боев всех хистратиже, молитя, признамые достойные, да твоими молитвами оградивши нас, кровогрел неисчезненные твои славы. Храм архистратига Божия Михаила на озере Долгое был построен в 1907 году. Через год к приходу были приписаны священника-псаломщик. В 1939-м храм был закрыт. С началом фашистской оккупации по направлению Псковской миссии в Михаиловскую церковь на Долгом озере был назначен священник Алексей Маслов. По воспоминаниям местных жителей, отец Алексей служил добросовестно, но в декабре 1952 года священника вместе с матушкой и еще одной сотрудницей убил местный финанс-спектор, решивший покрыть свою финансовую растрату из церковной кассы. Еще молимся о покаянии душу собших рабов Божьих. Признапоминаемый претерей Алексея, матушке Александра и Марии, и о еже просите им всякому согрешению, вольному же и неволенному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Очень отрадно видеть, что столько собралось людей, которые хотят вознести свою молитву перед Господом Богом и спросить Его благословение и помощи на все те труды, которые мы и спрашиваем для спасения нашей души. Здесь, конечно же, стены остались, но здесь ничем не легче, потому как это деревня, и здесь немного народу. Храм очень красивый, храм велоголепный, и хотелось бы, чтобы действительно в нем совершались и дальше божественные турки, и восхваляли имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как и Отец Благочинный, все участники соборной молитвы искренне верят в помощь людей и в чудо архистратига Божия Михаила в зажупании. После трапезы паломники посетили храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Заруче, побывали в Свято-Успенском скиту на речке Долгой, на месте явления Богородицы, где на камне по преданию остался ее след, и спустились в пещеру, чтобы набрать целебной воды. Паломничество завершилось в Доме культуры, где с концертной программой выступили Отец Анатолий и участники его творческой мастерской.